Чудеса Листая страницы нашей жизни, друзья мои, мы незаметно перевернули страницу еще одну. Третья неделя после Святой Троицы. Чем она ознаменована, мы сейчас с вами узнаем. В течение всего года, каждой недели, каждый воскресный день читается определенное повествование Евангелия. Христос обращается к людям, обращается к народу, Христос обращается к своим ученикам. И в Третью Седмицу по Пятидесятнице мы слышим Евангелие от Матфея. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. «Не можете служить Богу и мамоне. Посему говорю вам, не заботитесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа же больше не для пищи, а тела одежды. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы. И Отец наш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту, хотя на один локоть? И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут, не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей своей красе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кульми пачи нас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что нам одеться, потому что всего этого ищут язычники, потому что Отец ваш небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Это повествование одно из самых труднопонимаемых в нашей жизни, потому что в реальности мы все стремимся, и к богатству мы стремимся, и мы хотим одеться, и мы переживаем за будущую жизнь, за будущую жизнь своих детей. И вот здесь иногда трудно объяснить человеку вот эти слова Господа нашего Иисуса Христа, но в них заложена очень огромная мудрость. Даже вот эти слова, что нельзя служить двум господам, Богу и Мамоне. Что такое Мамона? Это, будем говорить, божество власти, это божество богатства, это божество, которое нас постоянно к себе привлекает. Вы знаете, ведь мы же живем в реальном мире, мы понимаем, что у нас есть дети, у нас есть семья, нам нужно каким-то образом ее поддерживать, нам нужно к чему-то стремиться. И поэтому трудно это понять Евангелие, но поскольку в нем особая мудрость, то я вам скажу следующее. Мы с вами не должны быть рабами каких-то вещей, потому что не мы для вещи созданы, а вещи созданы для нас. Мы не должны вот как бы все считать, что вот если замечательная вещь, что это уже все, нам больше ничего не надо. И вот эти слова Христова, что нужно стремиться к Царству Божию, а что такое Царствие Божие? Ну, вы знаете, наверное, когда мы приходим на похороны, провожаем близкого человека, когда душа расстается с телом и ходит к Богу, мы всегда желаем, Господи, дай ему Царство Небесное. Для каждого человека в понятие Царства Небесного – это мир, это доброта, это любовь, потому что в том, в Царстве Небесном, нет вот тех искушений, тех соблазнов, которые подсерегают нас на земле. Вот той злобы, вот той ненависти, нет проклятий друг другу. А очень часто люди приходят и говорят, вы знаете, вот сегодня буквально здесь, придя в соборе, столкнулся, подошла, а женщина говорит, меня вот проклинает будущая свекровь, она ненавидит меня. Вот эти проклятия, это все здесь на земле. А в Царстве Божьем ведь этого нету, поэтому в нашем земном понятии Царство Божие – это, как я уже сказал, это любовь, это понимание, это милосердие, это чистота, к которой нужно стремиться. И вот здесь, когда мы одновременно хотим и Богу поклониться, но одновременно мы увлекаемся какими-то земными вещами, то это совершенно неправильно. Но опять же, в этих словах Христовых, в которых Он говорит, что вот нужно как птицы небесные, надо просто уповать на милость Божию. Естественно, что мы не должны отказаться от своей семьи, мы должны помогать, мы должны трудиться, мы должны любить, наверное, даже какую-то свою работу, потому что когда человек приходит, и он получает удовольствие от работы своей, это совершенно другое, когда оно и делает через себя, через какую-то неприязнь, это тоже. Поэтому в данный момент мое мнение такое, что мы должны понимать, мы должны трудиться, но одновременно, если нам Господь посылает замечательный ум, если Господь нам посылает возможность трудиться и возможность правильно работать и зарабатывать даже те же деньги для того, чтобы существовала семья, мы должны еще понимать, что нужно делать добрые дела. А добрые дела, естественно, что? Это с кем-то поделиться. Господь дает возможность заработать. Поделиться с тем, кто в этом нуждается. Мы живем в трудное время, очень тяжелое время, когда мы видим огромное количество нищих. Мы видим, когда вот едешь по дороге, возле машины подходит человек без ноги, без руки и просит, дайте подаяние, там дашь ему 2-5 гривен. Это уже милостыня. Поэтому вот именно милостыню тоже нужно давать. И Господь нам, Он воздаст за эту милостыню. Вот я хотел бы сейчас вот привести слова святого Иоанна Златоуста. Мамона велит похищать чужое, а Бог повелевает отдавать и собственное имущество. Бог повелевает вести жизнь целомудренную, а Мамона жить блудно. Мамона велит упиваться и пресыщаться, а Бог напротив повелевает воздержание. Бог повелевает презирать настоящие мельские блага, а Мамона прилипятся к ним. Мамона заставляет удивляться, завидовать роскоши, а Бог презирает все это и почитать истинную мудрость. Как же после этого служение Богу и Мамоне может быть соединено вместе? Вы знаете, вот я буквально недавно прочел очень интересный небольшой такой рассказ, вот, наверное, он как раз по теме подходит. Есть такой в интернете журнал «Православная жизнь». Так вот, там рассказывается о том, как один семинарист в Троице Сергея Лавре под Москвой в Серебром Посаде искал себе жену. И вот, находясь на первом курсе семинария, он приходит в Сройский собор Троица Сергея Лавре, подходит к мощам преподобного Сергия и просит «Господи, преподобный Сергий, пошли мне жену мудрую, умную, целомудренную, чтобы она любила меня, чтобы она была прекрасной хозяйкой, чтобы она регентовать умела, чтобы на приходе легко служила». И все у меня будет хорошо. Прошел год, без результата, он уже на втором курсе, он приходит опять в Троицкий собор и говорит «Господи, ну пошли, может, не совсем умную, может быть, не совсем добрую, но чтобы она хоть чуть-чуть меня любила, любила деточек, и все-таки умела она регентовать». И вот, проходит еще один год, а он уже на четвертом курсе, а ведь для того, чтобы стать диаконом, священником, нужно обязательно жениться, повенчаться нужно. И вот, когда он уже видит, что уже совсем время припекает, он молится и говорит «Господи, да пошли мне, пускай она будет и глухая, пускай она будет и немая, пускай она будет любой, но только пошли мне, потому что я же хочу идти на путь духовный, я хочу быть диаконом, я хочу быть священником». Помолился он, выходит из храма, в этот раз видит, подскользнулась девушка, падает, ушибла ногу, он к ней подскакивает, берет ее на руки. «Откуда ты? А я гость рейтинского класса, тоже здесь чуть-чуть, вот в сервиком посаде». Ну, естественно, как жентельмен, он ее несет в медпункт, оказывает, значит, ей помощь, ну положили ее, там у нее ушиб ноги, естественно, что он захотел навестить уже ее. Приходит, он ее навещает, и буквально через два месяца свадьбы они поженились. И он говорит «Вы знаете, она тоже ведь у меня и глухая немножечко, и недовидит, недослышит, то есть я вот что-то неправильно сделаю, скажу ей там плохое слово, психану на нее, она и не слышит ничего. А я, говорю, что-то положу там, какую-то вещь, она и не видит, что я неправильно поступил. А в итоге она оказалась доброй, конечно, умной, ласковой. То есть какая здесь мораль? Все по Божьей воле. Не нужно Господа подгонять, не нужно Ему подсказывать, нужно верить, надеяться, потому что Господь все абсолютно, все Он управляет. И Он управляет нашей жизнью, Он управляет нашими мыслями, Он управляет нашими делами. Поэтому Господь всегда говорит, что давайте будем жить в мире, давайте будем жить дружно. И ведь открывая Евангелие, мы первые слова слышим, да любите друг друга. Господь не говорит нам, Христос, что нужно любить одного, а другого ненавидеть. Нужно уметь каким-то образом сопереживать. Особенно в наше время, я опять возвращаюсь к тому, что сопереживание – это одно из самых главных моментов нашей жизни. Если мы будем уметь сопереживать, если мы даже и будем где-то иметь какое-то богатство, и душевное богатство, и телесное богатство, и сможем с кем-то этим богатством поделиться, если мы не будем рабами вещей, а будем понимать, что вещь, она создана для нас, для того, чтобы одеться, конечно, чисто, аккуратно, даже пойти в храм, не в какой-то грязной робе, в грязной одежде, а прийти чистыми и очистить душу, сердце через святое покаяние. Ведь не даром нам церковь дает таинство и причастие, и таинство исповеди, когда мы говорим «прости брат, прости сестра», мы говорим «Господи, мы сегодня согрешили какими-то словами, действиями, у нас и любостяжание бывает, у нас бывает и неправда, давайте будем каяться, давайте будем молиться». И к этому ведь нас еще и подталкивает Петров пост, сейчас длится пост, это время тоже покаяния и время молитвы. Но пусть пост Петров не такой он строгий, он не такой серьезный, как пост перед Святой Пасхой, перед Воскресением Христовым, пусть он не такой строгий, как Успенский пост, но тем не менее, это тоже пост. И мы должны уметь воздерживаться, и таким образом, через воздержание, через любовь, мы можем именно здесь, на земле, заработать Царствие Небесное, своей любовью и своим взаимопониманием. Отец Борис, и еще один нюанс, в Евангелии говорится «не заботьтесь о завтрашнем дне», но тем не менее, человек так устроен, что хочет он не хочет, а завтрашнем дне хоть чуть-чуть, но он заботится. Как же не заботиться? Заботиться нужно, но это, опять же, ведь вот эта забота, она должна обязательно сочетаться с какой-то любовью, она должна сочетаться, потому что у каждого есть ответственность, понимаете? Ответственность должна быть, Господь не отменил у нас ответственность, мы ответственны, допустим, представьте себе, священник, да? Вот он служит на приходе, он о чем заботится? Он заботится о том, чтобы храм благолепия, чтобы в храме было все красиво, чтобы храм был украшен иконостасом, чтобы горели лампады. А для этого нужно заботиться. То есть у него есть о чем заботиться. Муж заботится о своей жене, для того, чтобы она не болела, для того, чтобы она была здоровой, для того, чтобы она рожала ему детей. Муж также и отец заботится о своем семействе. Поэтому мы должны прекрасно понимать, что заботиться нужно. Нужно, потому что ведь Христос всегда говорит с глубоким смыслом. И в его словах очень много того, что может быть нам очень трудно понять. Но тем не менее, если мы будем жить, если мы будем понимать, если мы будем любить, вот тогда мы вот эти слова Христовые поймем, что заботиться надо. Но Господь никогда никого не оставляет. И я вот в своей тоже жизни, я много приводил ведь из личных примеров, если вы помните. Я прекрасно вот помню вот такой момент, когда мы открывали кафедральный собор. Это было много лет назад, больше 20 уже лет назад. И вот как открылся предел Митрофана Воронежского, и вдруг приходят ко мне сосед и говорят, у меня вот есть картина, дедушка там изображен. Я прихожу, а это икона Митрофана Воронежского. Я заботился, я очень переживал. Я думал, как найти, где найти. Я переживал на завтрашнем дне. Но тут Бог посылает абсолютно случайно. Случайно соседа с иконой Митрофана Воронежского. Это ли не пример заботы Бога? То есть Господь заботится о нас. И я думаю, что каждый это, наверное, где-то на себе ощущает, потому что забота Божия — это особая благодать, это то, что необходимо нам, и то, что мы всегда получим за свои добрые дела.